Я знаю, кто вы. Вы... Вы её... ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА! Ч Grandpa Serious Всем привет! Вы на канале Дев Плей, и сегодня мы будем продолжать проходить... ...Феникса Райта. Не забываем шлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Не бойся, я тебе не брошу. Когда состоится срок? Говорят, уже завтра. Но, как всегда, подготовиться мне никто не даст. Понятно. Ну ладно, я пойду. Постой. Это украшение. Называется Магатама. Это волшебный амулет, который всегда оберегал меня от зла. Походу, он не работает. Отдай его Миле. Уверена, она сможет наделить его духовными силами. Чтобы он охранял и тебя. Ладно. Собственно, говорить нам больше не о чём. Ладно, пошли в деревню. 20 июля, деревня Курейн. Я должен доказать, что Майя невиновна. Иначе ей конец. А для этого надо выяснить, что здесь вчера произошло. Так, тут... Тут никого нет. Нам нужна мелкая... Так, тут тренируются все медиумы, от мала до велика. Включая начинающих, таких как Майя. Но и сегодня здесь не душа. Скорее всего, из-за вчерашнего убийства. Да не, не может быть, ты чё. Как такое могло бы быть? Так, пиздаем на террасу. Господи, она всё будет подписывать. Малютки Камилы сегодня тут нет. Может, она на учёбе? Может. Ой, приветики. Помню, вы сюда типа вчера приходили. Вы же этот, как его, дантист. Не-не-не-не-не-не, я юрист. Ну, точняк. Реникс Файт, да? Райт. Реникс Райт. Блядь, то есть, не Реникс, Феникс. Ну ага, значит, мистер Феникс Файт. Я типа почти угадала. Ладно, я сдаюсь. Скажите, а почему вы здесь? Ну, я же типа изучаю эту, как её, парапсихологию в колледже и... Да-да, вы вчера уже про это рассказывали. И про аллергию на кунжут тоже. Я хотел узнать, почему вы до сих пор не уехали? Ага, всё, дошло. Вы бы сразу типа так и сказали. Простите, виноват. Не-не, всё норм. Типа, реально. Да? Это всё, что вы хотели сказать? Э-э-э-э, о чём мы типа до этого говорили? Вот где, Дебри, нужно искать загадочный феномен. Боже, блин. Я уже уши так хочу. Она типа вообще не палится, что ли? Или она реально просто тупая? Итак, почему вы до сих пор не покинули деревню? Мне ещё есть, типа, что здесь изучить? Например? Ну, типа, как медиумы тренируются и наследуют духовную силу. Ну да, пожалуй, только тут о таком и можно узнать. Поэтому я попросилась, типа, остаться здесь ещё на денёк. Не знаю, что там творится у неё в голове, но сведу ей нечего предъявить. Что произошло? Что вы знаете об убийстве? Ну, это типа, ну вообще. Сказала она, продолжая беззаботно уловаться. Может, у вас всё же есть что сказать по этому поводу? По-моему, она выпала из реальности и не хочет впадать обратно. Она как херовый анус. Хе-хе-хе, геморрой, блядь. Я бы хотел поговорить с вами о докторе Скельпио. Не знаю о комбе. Стоп, вы же типа и вчера меня о нём спрашивали. Блядь, я не это хотел нажать. А, боже, ничего. Верно, и я хорошо помню её реакцию. Доктор Скельп был вашим знакомым, верно? Да, такую реакцию хер пропустишь. Не знаю я никаких Скельпей. Серьёзно? Вы же сами мне о нём рассказывали. Кто я? Типа, когда-то давно я лечилась у него в клинике, вот. Такое чувство, что она что-то скрывает. Да ладно! А, типа, что не так? Бля, это пиздец. Показать? Пожалуйста, взгляните. А, я уже показывал. А, ой, это же типа значок почтальона? Да нет же, нет. Я адвокат-адвокат. А с каких пор типа адвокаты разносят почту? Как же с ней сложно говорить! Ладно, мы с ней поговорили, а о чём можно было... Так, хорошо. Тут ничего нет. Идём в деревню. И тут ничего нет. Идём в райд-партнёры. Ух, меня как будто целую вечность здесь не было. Хотя на самом деле прошёл всего один день. О, точно! А где газета, с которой вчера приходил доктор Скельк? О, вот она, на столе. Единственная его вещь, которая может мне как-то помочь. Год назад, 2 мая, из-за врачебной ошибки в клинике, Скельпа погибло 14 пациентов. Класс! А что тут изучать? А-а-а-а... Наверное, мою ввели на очередной допрос. Надеюсь, следователи не слишком на неё давят. Хотя... У нас подобные дела на самотёк не пускают. Зайду тогда попозже. мне особо идти некуда наверное надо будет сейчас показать газету и бога я пока больше никого не могу найти типа простите но спасибо за щедрости все такое но вы типа лучше оставьте это себе чего она вообще взяла что я хочу есть что-то подарить я не знаю понял так с ней ищет как-то вообще не вариант говорить больше не о чем блин но я что-то все изучил о вырезанное из дерева фигурка медведя такой пушка а я его типа купила себе на память а так это важно ага и сюда типа все приезжают поглядеть на медиумовый медведей понятно стопы медведей но вы типа не бойтесь если вам вдруг встретятся встретиться медведь просто прикиньте с мертвым и он типа вас не тронет правда ага ну типа отбиться у вас точно не выйдет а вы что упробовали а откуда взялся этот ящик прошлой ночью его здесь не было обычно в таких хранят одежду хотя для этого он слишком большой внутри ничего нет кроме пары сложенных костюмов для медиумов глазом вся кровать мятая не будете заправлять я типа тут так душевно покемарила и решила идти по оставить все так чтобы вечером уже не стили ладно поговорить мне поговорить не не про каналом идем на террасу тут ну блин тут же ж нихера нового не появилось но нет тут же тоже нихера нового но я ж не знаю ну ладно тогда идем следственный изолятор блин ну камеру ну давай ради интереса камера улыбнула бла 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 да что делать то эффект Если не стоял бардак, за этим малюткой я ухаживаю всегда. Прямо напротив огромное здание, бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, и куда идём-то? В изоляторе ничего. Ничё. А, блядь, я сюда не заходил. Господи, я тупой. Похоже, детектива гомшу сегодня нет. Как раз смогу тут всё осмотреть. Может, даже найду парочку улик, если повезёт. О, мистер Райт. Доброе утро. Я собираюсь навестить мистичную Майю и передать ей гостинцев, чтобы подбодрить. Мои ферменные клубничные пирожные и невероятно горький зелёный чай. Думаю, Майя очень обрадуется. Молодой человек, её зовут Мистичная Майя. Ну уж, до чего жуткая тётка. Ох, как у меня болит за неё сердце. Мы с Камилой всю ночь не могли унять слёз. В первую очередь надо осмотреть место преступления. Но задать ей пару вопросов тоже не помешает. Ммм, давай сначала изучим. Видимо, здесь сидит медиум во время призыва духа. На полу лежат четыре соломиных настела. Солома на ощупь слегка влажная. Наверное, из-за местного климата. Куда бы я ни посмотрел, взгляд сам тянется к луже крови в центре. Удивительно это, правда ли? Эта большая крепкая дверь ведёт в зал для медитации. Теперь замок на ней сломан, и это моих рук дело. Никогда бы не поверил, что на такую способен. Хотя я слышал, что в экстремальных ситуациях подобная не редкость. Так, ладно, тут больше осматривать нечего. Какой-то алтарь. Не знаю, зачем оно выглядит важно. Сверху стоит небольшое запотевшее зеркальце. А по бокам установлены букеты из ветвей священного дерева. Наверное, это всё нужно для проведения ритуала призыва. Ничего примечательного. Ладно, я понял. Оп, понятим. За шермой есть немного места. Так, никто не спрятался. О, тут какое-то отверстие. А что если это от пуля? А отверстие мы не будем рассмотреть. На расстоянии 20 сантиметров от земли можно заметить отверстие, напоминающее пулевое. Понял. Так. Отлично, смотрели. Теперь можно поговорить. Я хотел бы поговорить с вами о том, что вчера случилось. Ужасная трагедия. Этот человек убил меня. Поэтому я убила его. Ну, Майя. Скорее, уходите. Я возьму ситуацию под контроль. Бегите наружу и вызовите полицию. Что было после этого, как мы ушли? Что ж. Сначала я нанесла мистичной Майе удар по голове. Чтобы она потеряла сознание. Верно. Затем я разорвала ее связь с духом. Это какая-то особая техника? Да. Дух погибший находился в теле мистичной Майи. Применив эту технику, я помогла душами сестры вернуться в свой мир. Интересно, примут ли вообще в суде подобные показания? Главное, деду это все рассказать довольно-таки убедитель. Он поверит в любую хероту. А можете побольше рассказать про зал для призыводухов? Его предназначение как раз в том, чтобы не подпускать... Не допускать подобных случаев. В каком смысле? Если неопытный медиум призовет особой сильную душу, та может разозлиться и взбунтоваться, как это случилось вчера. Взбунтоваться? Сознание и душа медиума временно уступают место призванному духу. Иными словами, дух умершего частично контролирует тело того, кто его призвал. Но это же очень опасно. Опытный медиум может с легкостью подчинить себе духа. Но... то есть мистичная Майя. Это был ее первый сеанс. Поэтому я настояла на том, чтобы запереть дверь. Но даже не подумала, что это подвергнет опасности жизнь самого клиента. Хотя бы наши реликвии остались в целости и сохранности. Какие реликвии? Видите символы на шерме? Это священные письмена Курейн. Наряду со священной урной они являют собой величайшее сокровище нашей деревни. И если бы с сорной или письменами что-то случилось... Ох, мне дурно лишь от одной мысли. Такое ощущение, будто ее шерма больше всего ей беспокоит. А я-то думал, это просто какой-то ветхий хлам. Да... И как сегодня... Камила! Мистер Райт. Да... Камила мое самое ценное сокровище. Ее духовная сила даже мощнее, чем у мистичной Майи. Отстать величайшим мастером. Очень впечатляет. Женщины из побочных ветвей семьи всегда считали себя медиумами второго сорта. Но Камила совсем другая. Ее духовная сила невероятна даже по меркам главной ветви. Она исключительный медиум и гордость нашей семейной линии. Ого, вот это она завелась. Как жена, из которой выдернули анальные шарики одним махом. Все. Как ебаная бензопила. Как бы там ни было, наши миры слишком сильно отличаются, и на этом, пожалуй, вам лучше прекратить. В каком смысле прекратить? Что ж, полагаю, мне пора вас покинуть. Конечно, передавайте Майе от меня привет. Кому простите? Ой, то есть мистичной Майе. Хорошо, передам. Ебанутая баба. Да, тут я согласен. Так, хорошо, а что дальше-то делать? Мне не сказать, что... Много вариантов. О, привет. Ой, ты-ты-ты-ты-ты меня напугала! Как у тебя дела? Хм, кажется, она не настроена на беседу. И у неё опять что-то в руках. Видимо, тот же предмет, что и вчера. Давайте сходу покажем мне эту хуету. А, да, Майя просила тебя передать. Тебе передать. А, всё, я попал! Если Моргана нас увидит, то скоро будут вызывать уже мой дух. Это... Магатама в мистичной Майе. Что? О, она наконец заговорила. Как вас зовут? Феликс Райт. Мы с Майей вместе работали. Вы работали с мистичной Майей? Вы мистер Ник, верно? Прошу прощения. Кажется, я знаю, от кого она этого нахваталась. Я знаю, кто вы. Вы... Вы её... Вторая половинка. Чу-чу-чу-чу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ух ты, прямо как в волшебных сказках! Я вижу, как у вас в глазах сверкает истинная чистая любовь. Чё-чё? Наверное, я сейчас красный как рак. И всё из-за неё. Мистичной моей так повезло. Какие чудесные отношения. П-п-погоди, то есть, мне всё не так. Хе-хе, я вижу, что вы добрый человек. Ну хорошо, мистер Ник. Я хоть и мала, но помогу вам всем, чем смогу. Блять. Значит, это... Мага Тома Мистичной Майя. Одна из важнейших реликвий нашей деревни. Обещайте, что хорошо позаботитесь о ней. Да-да-да, мала это должна была её зарядить. Обещаю. Неужели никто не против, что я буду носить в кармане такое бесценное сокровище? Да всем насрать. Ты же дружишь с Майей, верно? Да, я очень уважаю её и ценю нашу дружбу. Когда я вырасту, то хочу быть как мистичная Майя. Она во всём для меня пример. Ого, я и не знал, что Майю здесь так... Почитаю. Знаете, обычно, когда её зовут просто Майей, меня это сильно обижает. О, п-прости. Но вам можно, мистер Ник. Потому что вы... Вы её вторая половинка! Да какого хуя она вообще... Чё она взяла-то это? Кстати, простите за грубый вопрос, но из какой вы школы медиумов? Школы медиумов? Да, я, например, изучаю технику Курейн. Эээ... Ааа, ты об этом... Не-не-не-не, ты всё не так поняла. Я адвокат. Адвокат? Ага. А они как-то связаны с медиумами? Ааа, ну, в колледже нам точно об этом не рассказывали. Постой-ка, ты что, не знаешь, кто такие адвокаты? Нет, не знаю, простите. Кажется, моя Гаврила, что Мила... Почти ничего не знает о внешнем мире. О, она расстроилась. Скажи, а что там у тебя в руках? Ой, это я вчера нашла! Мм? Если хотите, могу отдать. Эээ... Да, наверное. Ну, раз ты так сильно хочешь мне его отдать. Эээ, мистер Ник, вы совсем как ребёнок в магазине игрушек? Она даже смеётся вёжливо. Так... Ну, этот же ключ от... Ээээ... Той двери. Мистер Ник? Да, Мила. Я же могу тебя так называть. Просто ты слишком мила для Камила. Ну, конечно, мистер Ник. Эээ, а вы уверены, что мне можно забрать Маготаму? Да, не переживай. Мия сказа... Блядь, Майя сказала тебе её отдать. Но я не могу принять такой подарок. Лучше заряжу её духовной энергией. Энергией? Что произошло? Вот, возьмите. Думаю, она вам пригодится. В каком смысле? Маготама откроет вам чужие тайны. Откроет тайны? Да. Если вы не против, я бы хотела с вами немного погулять. Может, мы встретим человека, который что-то скрывает, и вы всё поймёте? Эээ, я тебя понял. Я тоже знаю такого человека. Она, скорее всего, тут. Ещё раз здравствуйте! Чё-то мы часто сегодня с вами пересекаемся. Ой, какая милашечка! Ваша, типа, дочка! Что? Нет! Неужели я тяну на тридцатник? Так, хорошо, погнали. Говорит жертва. Я хочу поговорить с вами об убитом докторе Скельпио. Я, типа, ничего о нём не знаю. Что это? А? Мистер Ник, вы же его видите? Замок на душе у этого человека. Замок на душе этого человека. Стоп, что? В этом и заключается сила Магатамы. Только с ней вы видите эти психологические замки, мистер Ник. Психологические замки? Чем сильнее человек хочет защитить свой секрет, тем больше замков вы увидите. Если замок всего один, значит его несложно открыть. И ключ у меня есть, да? Открыть? Но как? Для этого нужно использовать Магатаму Мистичной Майи. Понятия не имею, чем она, но попробовать стоит. Будьте осторожны, мистер Ник. Допустив ошибку, вы навредите себе. Если не уверены, что собрали все улики, то лучше отступите. Ну, была не была. Попробую открыть этот замок. Блять, ну... И я не знаю, что произойдет. На всякий случай. Я спрошу еще раз, вы знали доктора Скельпа? Да я вообще не в курсе кто-то. Вы типа смахиваете на ежа, а упертый как баран. Уверен, эта студентка что-то скрывает. Значит, у меня нет выбора. Нужно открыть замок. Первый шаг. Использовать Магатаму Майя. Да блять! Ну-ка, как ее использовать? А, стоп, или показать надо? Вот! Я понял, как эта хуйня работает. Жертва! И не, Ника, я уверен, что вы знаете, кто такой доктор Скельп. Я уже сказала, что не знаю, когда типа до вас наконец дойдет. Если вы в этом так уверены, то где типа доказательства? Может, вы и не встречались с доктором Скельпом лично. Но я уверен, что косвенно вы могли быть с ним знакомы. Типа в каком смысле косвенно? Нужно доказать, что есть такая возможность. Улика, которая указывает на возможную связь и не с доктором Скельпом. Блять, а мне посмотреть ее как-то никак что да. Погнали. А вот и доказательства Ничто она типа доказывает О, кажется я что-то напутал Какая улика может быть? У меня улик-то Блять А, блять, а у меня улик больше нет Наверное мне нужно больше улик Порасследую еще, а потом попробую снова Ага, значит это можно было и так сделать Хорошо, продолжать расследовать будем уже в следующий раз А сегодня на этом все Так что всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok